Здравствуйте, я действительно вас здесь, в Нижнекамске. Алексей Гуськов известен широкой публике по таким фильмам, как «Граница. Таежный роман», «Волкодав», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь». В Нижнекамск Алексей приехал, чтобы представить зрителям свой новый фильм «Вечная жизнь» Александра Христофорова. В нем он не только сыграл главную роль, но и выступил в необычном для себя амплуа кинопродюсера. О тонкостях съемочного процесса и о глубоком смысле киноленты Алексей рассказал в программе «Филичита» на радио «Нефтихим». Я вам привез еще более хорошую историю для настроения. Фильм под названием «Вечная жизнь» Александра Христофорова. Одна из последних моих продюсерских работ, режиссер Евгений Шулякин и актерский состав «Ух, мама, не горит». Фильм рекомендован всем, всем обратите внимание, старше 12 лет, как таблетка на средней хамбре. Корсет не маловат, а тебе череп не великоват, понизил меня до Христа. Не понизил, а вознес. Девчонки, отпущу грехи на неделю вперед. Это море, это крик чая, это голубое небо, с сахарными облаками. Я уже представила. Ощущение, еще не было отпуска, купальничков, такого поцелуя с морской солью на губах. Вот сразу повалилась мечта и сказка. То, чего мы ждем, работает целый год. После просмотра фильма, по словам актера, должно остаться послевкусие. И глядя на актерский состав, сомнений в этом не возникает. В киноленте снимались Оксана Фандера, Игорь Угольников, Роман Курцин, ну и, конечно, сам Алексей Гуськов. За свою жизнь он сыграл более 70 ролей. И это только в кино. Приходилось ли вам худеть, толстеть, борду отращивать, может быть, стричься? Ну, это понятно. Это внешние изменения. Это просто предполагает профессию. В зависимости от претензии картины, от требований, обязательно мы с собой что-то делаем. Пример привожу. Это фильм «Марафонец» с молодым артистом, тогда еще Дастином Хоффманом, и уже совершенно мастером своего дела Лоренса Лилье. И два дня не снимался Дастин Хоффман, пришел на съемочную площадку, весь зеленоватый, с синяками под глазами. И его Олеги спрашивает Лоренс, «Дастин, что с вами происходит? Вы заболели?» Он говорит, «Не-не-не-не, мы же завтра снимаем сцену, где по сюжету ваш герой мучает моего героя. И он его не кормил три дня, он говорит, и что? Он говорит, ну вот я сейчас не ем второй день, у меня такая головная боль, просто не могу, он говорит, послушайте, а вы никогда не пробовали играть». В течение прямого эфира в адрес актера сыпалось множество вопросов. Особенно интригующим получился Блиц-опрос. Сейчас нужно отвечать, это сложно, да, нет, но и самое главное делать это быстро и честно. Так, давайте, давайте. Все, поехали. Давайте. Итак, когда-нибудь завидовали другим актерам? Да. Было когда-нибудь стыдно за сыгранную роль? Да. Болели звездной болезнью? Нет. Играли в азартные игры? Да. Передавали подарки, а передаривали подарки? Да. Так, дальше, забывали слова во время спектакля? Да. Вас задерживала полиция? Да. Убегали от драки? Да. Выходили из дома, не почистив зубы? Никогда. Ой, отлично. Ассимулировали болезнь, чтобы куда-нибудь не пойти? Всегда. Зато, честно, тратили деньги на ненужные абсолютно вещи? Всегда. Здорово. А просыпались от собственного храпа? Нет. Нет? Ели еду, которая упала на пол? Нет. Ага, снимались в фильме с актером, который вам категорически не нравится? Да. Втягивали живот, чтобы казаться стройнее? Бывало. Ну и последний вопрос. Нравится ведущая, которая сейчас дает вам эти странные вопросы? С ума сойти. С ума сойти? Ой, какая прелесть. В общем, эфир выдался весьма веселым. Но на этом занавес не был закрыт. Знакомство продолжилось за фуршетом во время интервью. Оказалось, что Гуськов в Нижнекамске далеко не в первый раз. За что люблю Татарстан? Он любит культуру. И, в принципе, внутрь уже, когда я стал забираться, там очень здоровая атмосфера в коллективах. Очень здоровая при всей жесткости бизнеса. Но такое ощущение, что все люди на своих местах очень любят то, что они делают. Очень любят это место. Алексей Гуськов в течение дня посетил и другие места Нижнекамска. Пообщался с поклонниками своего творчества. А вечером в одном из кинотеатров города для горожан был устроен предпремьерный показ фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова». Евгения Смоленкова, Лисан Саитова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим».